Всем привет! Сегодня я расскажу о таком классе как Скаут. Скаут является универсальным классом, одним из девяти классов и одним из трёх классов нападения. Отличительная особенность Скаута это его большая скорость передвижения. Он двигается намного быстрее всех остальных классов в игре, что позволяет ему быстро добраться до точки назначения, добраться до того же самого врага и быстро прикончить его или быстренько убежать от него, если совсем запахло жареным. Единственный минус Скаута как класса это его маленькое здоровье. Оно всего 125 единиц, что не позволяет врываться в толпу игроков и разносить их в пух и прах. Хотя в принципе Скауту это и не нужно. Его основная задача это как можно быстрее вносить документы врага, доносить их до базы, чтобы получить быструю победу. А также отличительностью Скаута является то, что он может выполнять двойные прыжки в воздухе. И даже используя определенный вид оружия, может выполнять тройной прыжок в воздухе. Это позволяет ему перебраться через какие-нибудь пропасти или на труднодоступные места. Скажем, на карте два форта можно перебраться с своего балкона на крышу центрального мостика. В чем это делает, как правило, любой Скаут, который играет на этой карте. Сейчас я вам продемонстрирую данный момент. Для того, чтобы выполнить двойной прыжок, вам необходимо нажать прыжок на конце данного балкона и отпустив, и потом опять снова нажав тот же самый прыжок, совершить второй в воздухе. Вот мы находимся на крыше мостика, что нам позволяет вести в цельный огонь по игрока, выходящему из-за обоих ворот и находящихся снайперов на балконе. Но надо помнить, что снайперы ружены. Не только снайперы с кинтовками и луками, можно ничем угодить под стрелу шальную, ну и также под полю. То, что в данный момент снайперы настолько одновострились, что спокойно даже в движущейся цели могут попадать и в голову, и куда угодно. Даже могут снимать в прыжке. Также отличительной способностью скаута является то, что он в два раза быстрее других игроков захватывает контрольные точки и также в два раза быстрее двигает тележку до контрольных точек. Что позволяет, используя в команде скаута, как можно быстрее тащить тележку до нужного места или захватить быстрее точку, когда, скажем, ваша команда штурмует одну, а вы пробираетесь главным скаутом до второй точки, и как только захватывается первая контрольная точка, скаутом вы сразу начинаете захват в второй точке и производите это в два раза быстрее, как будто на точке находятся два игрока. Это очень эффективно и применяется практически во всех командах. Скаут является классом нападения, поэтому он вооружен обрезом. Это стандартный торговик-обрез, который позволяет вам вкладную носить достаточно ощутимый урон врагам, даже может, в принципе, в хорошем случае убить его насмерть сразу же. Это не единственный, конечно, обрез в игре, потому что во время прохождения игроков будете получать различные другие виды оружия, оружия, обрезы там, и они имеют свои же бонусы и свои же недостатки. Кстати, насчет баланса, здесь в игре сделано так, что нет оружия, которое дает бонусу, такой ощутимый, чтобы просто переломить ход игры. Всегда практически наружу имеется минус, который какие-то дает недостатки для игрока. Второе оружие, как дополнительное, используется пистолет. Придержается и стреляет он достаточно быстро. Конечно, обойма небольшая, всего 12 пулей и всего 30 в комплекте еще в придачу. Но данный пистолет позволяет вам, скажем, уничтожать постройки инженера и постреливать врагов на средней и дальней дистанции. Цель на огонь, как видите, у него достаточно хорошая, что позволяет впадать по врагу даже, в принципе, в движении. И третье оружие, это бейсбольная бита. Это, так сказать, фишка скаута. То же самое, что и как бы игрок, бейсбольная команда, способен задубасить этой, запинать просто до смерти врага. Учитывая быструю скорость, можно просто вращаться вокруг врага, бегая, не давая ему попасть по вам. Так как вы движетесь быстрее, а, скажем, тоже хэвик, раскрученным пулеметом, он не вращает его быстро вокруг себя. И скаут позволяет спокойно избивать хэвика в битве. Но, учитывая здоровье хэвика, это будет очень долго. Поэтому нужно, как правило, умение вращать хэвика, в принципе, другие классы. Против пиры такой прием, конечно, рискован, потому что пиры огнем ждет в упоры и достаточно сильно. И подходить к нему это опасно. Учитывая ваших клипы здоровья, всего 125 единиц. Скаут очень полезен на картах, где нужно захватывать точки и таскать документы. Так как он быстрее всех сможет унести и привести вам победу. Также у скаута в процессе игры вы будете получать различное оружие, которое добавляет какие-то бонусы, иметь внешний вид разный, позволяет совершать действия, и, скажем, тройной прыжок тот же. Сейчас я вам покажу несколько видов оружия. Обрез. Это неумолимая сила и еще критовая. Есть подобное этому оружию обрез. Неумолимая сила имеет меньшую обойму, но большую скорость атаки. И также увеличивает количество высозаполков. Как видите, он имеет плюсы и минусы. Размер обоймы уменьшается всего до двух пуль, но при этом они перезаряжаются все сразу и достаточно быстро. Также пистолеты. Есть такой пистолет, как окрыленный. У него увеличены уроны. Высота прыжка при использовании плюс 25 пациентов. Размер обоймы тоже уменьшен. Кроме данных видов оружия, скажем, есть такие вот напитки. Скажем, бонг, атомный залп, критокола еще есть. Есть зло молоко. Я остановлюсь вот именно на бонг, атомный залп и таком, как критокола. Чтобы сменить это наружу, мне достаточно хотя бы подойти к ящику с оборудованием, которое находится на базе. Там же аптечки находятся, где вы можете восполнять свое здоровье. Что позволит вам опять и в бой, и не вызывая медика, чтобы увеличить. Вот, бонг, атомный залп. Он также будет окрашен под цветы вашей команды. Это напиток, содержащий большое количество кофеина. И выпив его, скаут начинает двигаться очень быстро, что позволяет ему клоняться от любого урона. По сути дела, это как бы иммунитет к урону. Но также вы все равно остаетесь восприимчивы к отбрасыванию от взрывов и отталкиванию прижатым воздухом пиромана. Также вы будете все равно впираться во врагов и не сможете там никак от них убежать быстро. То есть могут вам спокойненько в узком проходе заблокировать движение и все. И вы будете просто стучаться во врага и когда эффект закончится, вас просто убьют. Минусом данного эффекта является то, что при использовании бонга вы после окончания эффекта замедляетесь очень сильно. И вас уже можно догнать. То есть вы двигаетесь не так быстро, как и раньше. Сейчас я продемонстрирую это. Вот, я в бонг, вы двигаетесь еще быстрее. Поэтому вы не можете атаковать, вы просто движетесь. И вот, уже отдышка идет у скаута и все, он двигается медленнее. Через время он начинает двигаться как прежде. Эффект от критоколы немного другой. Вы не получаете неуязвимости, вы получаете гарантированные криты после выпивания данной критоколы. То есть вы можете критами шмалять налево и направо, пока действует данный эффект. Напиток сам себе разряжается, так же и можно быстро восстановить, подойдя к ящику с оружием и медикаментами. Данный бонг используется для того, чтобы обойти турели инженера, который обычно, скажем, ставится вот сюда, там, на балкон. Которые просто не дают выйти вам из нижних туннелей, проходов и пройти к документам. Вы можете, используя данный бонг, сейчас покажу, в каком отношении. Вы пьете его здесь внизу и начинаете двигаться. Данная турель будет стрелять по вам и отталкивать вас со стенку, но главное, пытаться корректировать, чтобы попасть в туннель. И все, вы уже внизу, где находятся документы. Также турели будут стрелять по всем врагам, так же, как по вам, но вы можете помочь команде, используя бонг, атомный залп. Скажем, если с вами идет хэвик, мед, готовому ублером и еще целая куча народу, вы можете сьюзать данный напиток и встать под огонь турели. И пускай турель по вам убит. Вам все равно ничего не будет, урона никакого. А вот команда, вышедшая из нижнего прохода, может спокойненько подняться и расставлять и турели, и все остальное, потому что она будет сосредоточена на вас. Главное вам, в данный момент, когда будет заканчиваться эффект, успеть убежать. Следующее, чем я хочу застрять внимание, это зло-молоко. Зло-молоко очень полезно, когда вы идете командой против толпы врагов, потому что зло-молоко, оно не выбивается, как бонг, атомный залп и то остальное. Его просто шевеляешь в цель, как типа банкоте. Только эффект, который он дает, это восстановление здоровья вам и тем, кто стреляет по врагам. То есть, каждое из всего на единицу урона восстанавливает вам здоровье. Эй, слабаки! Вы поливаете врага молоком и получаете за это здоровье попадание по нему. Также есть разряд биты. Тут выбор, конечно, побольше, так как у меня получилось, что было больше. Вот стандартная бита. Беер войны. При попадании проклинает на врага за раз, делая любой нанесен урон мини-критами. И урон от него минус 90. Данный веер, в принципе применения его, состоит в том, чтобы один раз ударить врага, а потом приключиться на стрелковое оружие. Либо вылететь куда-нибудь в толпу, по каждому разочек стукнуть, все получают бутны-криты. И ваша команда выходит из-за угла и сносит всю эту кучку помеченных врагов, отправляет нарезку. Либо вам одного врага пометить и убить его, скажем, неумолимой силой той же самой. Так, следующий. Это дрема, старый закалки. Дополнительная атака запускает оглушающий мяч. Оглушить можно на любой дистанции, главное попасть по врагу. Враг оглушенный не может атаковать. Были сначала, что он не может двигаться вообще, а сейчас данный момент изменен так, что враг может продолжать двигаться после оглушения какое-то время. Максимальный уровень здоровья при этом падает, то есть вы становитесь еще более худощавым на здоровье. Карамельная трость. При убийстве из врага выпадает маленькая аптечка. И при этом вы получаете от взрывов урона на 25% больше. Как видите, идет балансировка, что вы не можете, скажем, убивать просто врага и получать из него аптечки, поэтому вы должны еще какой-то получать минус. Оберточный убийца. Это, в принципе, как замена бейсбольной биты. Урон наносится на всех процентов меньше, но дополнительная атака запускает стеклянный шарик, который, разбиваясь, вызывает кровотечение. Это полезно, скажем, стрелять им по врагам, находящимся на дальней дистанции. То есть вы попадаете в врагу на не только удары, но еще и кровотечения. Поддать леща. Ну, это уже как издевательская такая вещь. То есть вы ходите с таким вот лещом. Это уже издевательство над врагом. Убивать его вот этим рыбкой унизительно просто забить врага рыбешкой в обертке. Следующее. Это расщепитель. Позволяет совершать тройной прыжок, о чем я говорил. Но третий прыжок наносит динамин урона. Скорость атаки биты на 30% меньше. Урон на 7 игрокам минус 20% тоже уменьшен. Что балансирует, так как вы сможете использовать расщепитель для выполнения тройного прыжка. То есть вы выполняете в воздухе прыжок, как вы сказали, на балконе выполнял. Разбегался, прыгал, в воздухе сшел прыжок. И в момент еще одного прыжка вы можете выполнить третий. Что позволяет вам, скажем, увернуться от ракет солдата. Или увернуться от стрелы снайпера. Или вообще выполнить возвратный прыжок на балкон. Если, скажем, вы выпрыгнули, а там целая толпа врагов. Чтобы вас не сдуло, вы обратно можете запрыгнуть. Либо просто изменить траекторию своего полета в другое место. Что очень полезно, но нужно приноровиться. Сковородка. Ну, это тоже унизительно. Хотя вот сковородка, насколько я знаю, используется не только для скаутов, но и для других классов. То есть другие классы могут бегать с этой сковородкой и тоже, так сказать, зажаривать врагов этой сковородкой. Солнце на палочке. Это стопроцентный крит по горящим врагам. И минус 25 урона просто по врагам, если бьете на горящих. Это хорошо, когда вы идете за пиры, которые поджигают толпу. И начинаете просто, как топор огненный пиромана, критами валить врагов. Есть еще боснанский раздолбай. Это там бита шипами, которая при промахе наносит урон не противнику, а вам. Есть также еще и другие виды оружия, которые будут доступны в мере прохождения игры. И дополняйте ваш арсенал. Также данное оружие все может быть перековано. Единственное, что только вот синие надписи, где написаны названия оружия, его нельзя перековать. Это оружие дано за достижение данного класса. Поэтому они остаются у вас навсегда. Их нельзя будет перековать. Их можно, конечно, продать, но смысла от этого нет. Можно просто, пускай лежат они, как наличие, так скажем, одной единицы. Также, как и у всех классов, есть головные уборы, значки, аксессуары. Фляга для бонусов используется на картах мэн против машин. Данная фляга содержит три оберзаряда, которые нужно покупать в магазине на карте. И использовать в течение пяти секунд каждый заряд. То есть, отличительная особенность скаута на картах мэн против машин, это то, что все деньги, которые упали, и он подобрал, восстанавливают его здоровье и дают сверхлечение. То есть, вы можете спокойно увеличивать свое здоровье до такой степени, скажем, что у вас здоровье будет как у Хэвика под сверхлечением или уберзарядом быстроправо или чего-нибудь такого подобного. То есть, вы станете жирненьким и толстым. Ваша основная задача, в принципе, на сборе денег и заканчивается. Отстрелы врагов, это ваша второстепенная задача. То, что, как правило, больше требуется скаута, который умеет собирать деньги, нежели убивать врагов. Потому что на деньги покупаются совершенствования, апгрейд на оружие и броню. Также ваша задача может быть, как правило, на картах, где большие скауты, бегут роботы. Ваша задача будет именно догонять их и добивать, если команда не успела, чтобы он не скинул бомбу именно вам туда на базу. Скаут очень своеобразный класс. Он может быть, в принципе, как и нападающий, как и защитный. Потому что он позволяет быстро, скажем, добежать до наших своих документов, где-то там, либо на базы. И чтобы отбить быстро, потому что враги иногда бывают, пробегают мимо, а другие не успевают добежать до них просто. И надежда будет на скаута, скажем, добить кого-то. Также эффективный скаут в те моменты, когда, скажем, вы взяли документы врага, вы бежите к себе на базу, внесете их. Вас изначально где-нибудь убивают, так мы скажем, в проходе. И там, как правило, скапливается команда противника, начинает ставить турели, пироманы, хэвики ставят. И выносит все, что туда приходит за документами. Ваша задача, как скаута, не дать документам уйти обратно вот сюда на арест. То есть ваша задача взять документы. Ну, а как взять с таким маленьким здоровьем? А я скажу как. Так, это берется, ну, сейчас в момент у меня взломалоко, а не бонг, атомный залп. Перед тем, как выйти из друга на толпу, вы просто юзаете бонг, атомный залп, вы становитесь неуязвимым, и вы подлетаете к документам. И тусуетесь вокруг, текуетесь, что вас не откинули далеко от документов. Ну, вы забрали развед данные. Если заканчивается, вы просто касаетесь документов. И если вас убьют даже, отчет снова начнется полностью по всему кругу этого таймаута, отката документов. И вы таким методом можете даже немножко продвигаться к входу и оттаскивать документы, чтобы вся команда остальная могла подтащиться к этим документам и унести их. Вот, в данный момент я взял документы врага и несу к себе на базу. Как видите, это происходит намного быстрее, чем с другими классами. Вы так быстро, спокойно доносите документы. Сейчас в данный момент я донесу и покажу, как по времени это происходит. Вы меня вообще слышали? И можете, как видите, при массе документов, все атаки станут секретом определенные промежуты премии. Как видите, скаут очень интересный класс. И приноровившись, вы можете спокойненько им не только, как на один на один, стреляться с кем-то, с врагом, но можете и, в принципе, вынести несколько человек сразу. Сейчас вам покажу, вот, еще несколько видов оружия. Скажем, дрему. Просто для зоны. Вот, видите, молимая сила выполняет просто выстрел сразу двумя патронами, которые увеличивают количество дроби. Продерживается быстро, отталкивает вас. Видите, при стрелке в земле, кстати, можно тоже отопрыгнуть еще повыше. Можно таким методом, вот, скажем так, на полной пушке тоже дополнительно подпрыгивает. Так, теперь пистолет. И дрема, которая позволит пускать мячик. Кстати, мячик можно установить либо до лепещика, либо подобрав свой, либо вражеский. И еще на будущее, что можно подбирать вражеский и также их отбивать. То есть, если у вас ударит скаут мячиком, то можете спокойненько этим мячиком оглушить того же скаута, отбив его обратно. Это нужно приноровиться. Плюс мячик тоже наносит урон при попадании. Также есть насмешки, которыми можно убить. Это вот такая насмешка. Это прям изыск подойти к снайперу сзади, который целится, скажем, на ваш балкон, а вы уже там где-нибудь сзади ему подошли. И отправить его в полет. Даже есть специальное достижение, полет бейсбольной битой на 25 метров или сколько-то. Что, в принципе, считается практически позорным для врага. Отправить... Потому что насмешка достаточно долгая, как видите. Он как пичер подает. И отправляет в полет уже не мячик, а врага целиком. Убивает сразу. Также у скаута есть свои достижения. Их 38. Тут различные есть. Просто захватить точки, убить сколько-то врагов, данные сколько-то унести. Или каким-то условием, не убив никого, не выстрелив. Сколько-то набегать километров, еще что-нибудь сделать. Убить кого-то в определенных условиях. Еще какие-то разные. Получить столько урона, выжить. Различные. И за каждый этап, вот такой вот, вы получаете одно синее оружие. Какое-то из набора данного класса. Три этапа и три оружия каждый раз получаете. Ну, я думаю, на этом все. Если вам будет мой обзор полезен, подписывайтесь на мой канал. Буду делать также обзоры по другим классам и другим играм. Кликайте, подписывайтесь. Буду вам очень благодарен. До встречи.